Мы отмечаем 95 лет нашей библиотеки и недели детской и юношеской книги. Так получилось, что в этом году юбилей детской библиотеки и неделя детской и юношеской книги совпали. Сегодня в кругу друзей и коллег сотрудники вспомнили, как все начиналось. Первого директора Александру Глухову, которая стояла у самых истоков и посвятила детской библиотеке более 40 лет. Сегодня вот уже 30 лет библиотеку возглавляет заведующая Тамара Новикова. Родилась библиотека в 20-е годы, когда была сплошная неграмотность у нас в стране. И первая задача библиотеки была для того, чтобы научить детей читать и писать. И даже в войну библиотека не закрывалась. Хотя у нас в 41-м году были немецкие налеты, но закрыли только в конец зимы 41-го года. А все время библиотека работала. Отписали письма на фронт, отправляли посылки, читали сводки. То есть библиотека работала в полную силу. Главные гости библиотеки, конечно же, дети. И сегодня поздравить с большим праздником сотрудников пришли воспитанники детского дома-интерната «Возрождение». Ребята прочитали стихи. Далее слово было передано руководителю театра «Орликин» Юлии Бычковой, которая пожелала процветания и всех благ сотрудников библиотеки. Участники театральной труппы «Орликин» показали несколько отрывков из новой постановки «Сказка о потерянном времени», премьера которой состоится в апреле. Сегодня с юбилеем пришли поздравить и коллеги из Центральной районной библиотеки во главе с директором Зинаидой Злотниковой. «История в библиотеке очень интересная. Вы вот себе представьте и подумайте, а сколько книг в этой детской библиотеке? Кто знает?» Кто-то из детей предположил, что миллион, кто-то подумал, что один миллиард. Такое количество книг библиотека, конечно, бы не вместила. Но вот то, что в ней хранится чуть более 40 тысяч книжных изданий, эта цифра куда более достоверная. Книжная копилка библиотеки постоянно пополняется. И сегодня еще один гость, Людмила Злотникова, добрый друг и помощник библиотеки, подарила «Атлас мира». Она провела церемонию награждения лучших читателей по итогам 2015 года. Ими стали ученик школы номер 5 Кирилл Крылов и ученицы 10-й школы Анастасия Сазонова и Виктория Громова. В библиотеке постоянно проводятся различные мероприятия. И сегодня здесь подвели итоги и наградили участников конкурса «Мы читаем и рисуем». Награждение провел художник и писатель Владимир Купцов. За лучший рисунок наград были удостоены ученицы 4-го класса среднеобщеобразовательной школы номер 9 Анастасия Корабельникова, Алина Бутусова, Ефремова Александра и Айсель Юсибова. В завершении праздничного мероприятия всех гостей ждал сюрприз. Это творческая встреча с детским писателем Андреем Слониковым. Чему, конечно, юные дмитровчане несказанно обрадовались. Велтый песок отчаев, 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 волна котировки.